Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш Дом молитвы, мы продолжаем изучать очень важную тему для каждого христианина, человека, который исповедует Господа Иисуса Христа, тем, которым мы назвали «Учение об Иисусе Христе», учение, которое включает в себя очень много вопросов, связанных с рождением Иисуса Христа, Его воплощением в тело человека, Его служение, Его учение, Его жизнь на этой земле, Его путь страданий, смерти на Голговском кресте, Его славного воскресения, Его вознесения, прихода Иисуса Христа на эту землю за Церковью, Его Второе предшествие и многие вопросы, связанные с Личностью Иисуса Христа. Но вы знаете, дорогие мои, рассуждая об этой теме, готовясь и прошлой, и следующей темой, которая у нас будет, мне посетила одна мысль. Я рассуждал, вы знаете, не существует ли опасность, когда мы говорим о Христе, когда мы проповедуем об Иисусе Христе, когда мы изучаем об Иисусе Христе, не оказаться бы нам без Христа живого. Потому что Библия говорит, что существует только два положения, два состояния по отношению к Иисусу Христу. Это быть со Христом, соединенным в Его жизни, смерти и воскресении. Это быть без Христа. И тема моей проповеди сегодня называется «Время без Христа». Мы хотим сегодня на утреннем служении посмотреть две противоположные позиции, состояния, точки зрения, что говорит Библия – быть без Христа и быть со Христом. И сделаем для каждой, для себя сделаем вывод. «Время без Христа». Так апостол Павел говорит в послании Ефесианам, 2 глава, он пишет с 12 стиха, «Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, отчужды завета обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Хочу обратить очень кратко на вот это 3 слова в этом стихе. «Время без Христа». Дорогие мои, я думаю, что каждый из нас испытывал в жизни свои какие-то ситуации, когда мы оказывались без чего-то важного, для нас значимого. То, в чем мы переживали, то, что действительно было для нас период времени очень трудным. Вы знаете, на прошлой неделе имел просто разговор с одной семьей, они долгое время, несколько лет ожидали ребенка и были без ребенка ожидаемого. Они молились, переживали. Мы молились за их нужду. И вот вы знаете, звонок был такой действительно приятный. Радость на сердце. Господь говорит, подарил. Мы ожидаем нашего долгожданного первенца. Но то время, которое мы были без этого, это было трудное время. Братья и сестры, наша Валентина Петровна в четверг оказалась без мужа. Руима еще не стало, Господь забрал его. Дети, внуки, правнуки оказались и сегодня без близкого человека. Братья и сестры, кто из нас не испытывал какие-то трудности особые, кто-то, может, не имел работы, был без работы какой-то период. Кто-то находился на одре болезни, без состояния здоровья, без возможности быть в церкви, не видеть лица близких, родных. Согласитесь, это плохо. Мы чувствуем, испытываем какой-то особый недостаток, переживания. Друзья мои, но согласитесь, нет более самого страшного, трагического, когда человек оказывается без Христа. Вот подлинная драма каждого человека. Быть без Христа. Я хотел бы посмотреть с вами на несколько моментов. Прежде всего, первый момент – это природное состояние человека, который приходит в этот мир. Друзья, мы все приходим в этот мир, рождаемся без Христа. Рождение и воспитание в христианской семье не дает нам возможности быть автоматически со Христом. И так апостол Павел говорит, когда мы смотрим на вторую главу, он описывает состояние человека, который пришел в этот мир. И он говорит, первое, что мы видим, человек рождается духовно мертвым, и он без Христа. Вторая глава, в которой мы видим первый стих. «Вас мертвых под преступлениями и грехам вашим». Второе. Человек находится под влиянием и ценностями этого мира, в котором нету Христа. Третье. Человек находится под влиянием и властью сатаны. Четвертое. Он находится под властью плотских похотей. В третьем стихе, вторая глава. Я просто своими словами передаю, чтобы сохранить время, сократить. Пятое. Человек находится под гневом Божьим. Следующее, о чем апостол Павел говорит, природное состояние человека, пришедшего в мир без Христа. Мы уже прочитали этот стих. В 12-м он говорит, «Вы были в то время». В какое это время было? В то время, когда вы не знали Господа, были в мире, были рабами греха, под властью. То, о чем мы говорим во 2-й главе. Вы были мертвы по грехам и преступлениям. И он говорит, это время, подытоживает, в то время, о котором я говорю, вы были без Христа. Слово «отчуждены от общества». То есть, вы были чужестранцами. Вы не входили в общество народа израильского. Оторваны были от народа. Обещания, которые он говорит, «отчуждены от общества израильского». Чуждые заветов обетования. Обещания, то есть, которые Бог дал своему народу, они к нам не относились. Мы жили без надежды в этом мире. Мы были безбожниками в этом мире. Братья и сестры, это характеристика каждого человека, который приходит и рождается в мир естественным, физическим путем. Он находится без Христа. Друзья, вы помните свое время без Христа. Это самая большая трагедия, согласитесь. Но Писание говорит о том, что есть и другое положение человека. Обратите внимание нам, если у вас есть с собой Библия открыта, переверните немножко назад одну страничку, и перед нами откроется очень интересная картина. Это послание уже Галатам, это другое послание. И в послании Галатам, в пятой главе, четвертым стихом, апостол Павел делает очень серьезное заявление. Обратите внимание на эти слова. Он обращается к Галатам, которым он проповедовал, которые находились под властью мышления закона. Апостол Павел говорит, проповедует так, говорит, дети в 19 стихе, «Для которых я снова в муках рождения», четвертая глава, «Доколе не изобразится в вас Христос». Он много посвятил своему времени для того, чтобы наставить эту церковь, чтобы ихний взор был направлен только на Господа, только на Иисуса Христа, и притом распятого. И он говорит, вы, определенной группе людей, находящихся в этой церкви, оправдывающие себя законом, остались без кого, братья и сестры? Без Христа остались. Это очень сильное заявление. Апостол Павел провозглашает, что всякий человек, который дерзнет сегодня добавить ко Христу закон, религию, человеческую мораль, образование, воспитание, он оказывается без Христа. Дорогая церковь, дорогой христианин, Христос достаточно для того, чтобы быть спасенным, освященным и прожить праведно святую жизнь на этой земле для каждого человека. Вседостаточность Христа, она объемлит каждого из нас, друзья мои. Вот почему апостол Павел так категорично заявляет, «Если вы повернетесь лицом к закону, вы оказываетесь без Христа, без Его спасающей и милующей благодати». Еще одна иллюстрация, очень кратко. Книга Откровения. Книга Откровения. Послания Последней Церкви, Церкви Ладикийской. Третья глава, 14 стих. Я не буду читать эту главу или эти все стихи, вы хорошо знаете. Есть Церковь, в которой есть обращение, в которой есть дела, которые характеризуют эту Церковь, ее состояние. Христос хорошо знает эту Церковь, ее дела. Есть понимание Церкви о самой себе, сама оценка, в каком состоянии они находятся, и есть оценка Христа. Оценка этой Церкви заключается в том, что они думали о себе, что они богаты, что они разбогатели, что они не имеют ни в чем нужды. Самодостаточность, то, что сегодня принято считать. Мы самодостаточная Церковь, мы ни в чем не нуждаемся. Но есть оценка Христа. Ты не знаешь. И не знаешь самого главного. Ты не знаешь свое состояние, что ты несчастен, жалок и ничь, и слеп и наг. Но самая большая трагедия этой Церкви заключается в том, что, братья и сестры, где Христос находится? Вот образно, казалось бы, дом, поскольку упоминается, «Се стою у двери». Дом, церковь, место, где происходит служение, жизнь, поклонение, многие-многие вопросы, жизнь идет своим чередом. Но Христа там, оказалось, нету. Христос находится вне. И Христос не ушел. Христос продолжает стоять, и Он стучит. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой, я войду к Нему, буду вечерить с Ним, и Он со Мною». Друзья, вот желание Христа. У меня сегодня вопрос каждому из нас, начиная с себя. Друзья, какое место Христос занимает в моей жизни? Я со Христом, соединен с Ним благодатью, любовью, послушанием Его. Либо мы так увлеклись христианством, что мы оказались без Христа. Либо мы так надеемся на добрые дела, на свою праведность, что мы оказались без Христа. Христос по-прежнему стоит у двери, и Он тихо и спокойно стучит. Если кто услышит голос, Он отворит, Он просит, говорит, и отворит, я войду к Нему. Пусть это утро, друзья мои, будет серьезным анализом и размышлением каждого своего сердца. Господи, я давно верующий и крещение принимал. В общем-то, неплохо вроде бы все. Но речь не об этом, друзья. Речь идет о самом главном. Где Христос в моей жизни сегодня? Я бы не хотел свою первую проповедь закончить на такой печальной ноте, потому что Писание нам говорит о том, что есть только два положения, есть два состояния. То, что ожидает Библия, говорит, это быть без Христа. И Господу это и не угодно. Но есть другое положение, другое состояние. И Бог желает, чтобы каждый из нас находился в этой позиции, в этом положении. 13 стих 2 главы послания Ефеси, нам после 12. Обратите внимание, когда Павел говорит в прошедшем времени, время без Христа. 13 стих он начинает говорить так. А теперь, вы во Христе Иисусе, бывшие некогда далеко стали близкие кровью Христовую. Во Христе, в моей Библии написаны со Христом. И об этом мы будем слушать во второй проповеди. Наш союз со Христом. И это единственная, правильная, верная позиция, в которой Бог хочет видеть нас, которая проведет нас по этой жизни, наполнит нашу жизнь смыслом, благословением, блаженством. И в конце этого пути мы встретимся с тем, которым были соединены на веки веков Его смерти, в воскресении и в Его вознесении. Да благословит нас к этому Господь. А наша молитва, пусть будет молитва размышления и благодарности Господу за то, что Он сделал для нас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok